МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дельниоз Гафаров, Бахадыр Мусаев, Шерзот Боймродов, Севара Солиева, Марафат Артыкова и Мамур Султанов в сериале «Наследник». Здравствуй, дочка. Постоянно думая о тебе. Как ты там? Защищает ли тебя муж? Или не смеет ослушаться своих родителей? Что там? Давно не даешь знать. Или ты обиделась, что тетя твоя тебя уговорила вернуться? Я дала такой совет, думая о тебе. Думала о твоем счастье. Если все у тебя хорошо, то прекрасно. Но если муж женится на другой, то не езжай домой к тете по отцу. Тебе там не рады. Приезжай ко мне. Двери моего дома всегда открыты для тебя. До свидания. Будь счастлива. Твоя тетя Шахархон. Вы сходили? Да. Что они сказали? Они и сами пока не знают. Срок, ведь, проходит. Хоть бы скорее родился. Шарафат. Потерпи. Мама обижается на меня. Почему? Она говорит, что я ее избегаю. Но я ведь не могу подолгу находиться рядом. Она может заподозрить. Правильно делаешь. Когда ребенок родится, все еще образуется. Я тоже, когда думаю об этом, то становится спокойнее в душе. А ну-ка, доченьки, спускайтесь вниз и поиграйте там. Хорошо. Идем на себя. Да, отец! Что? Что случилось? У тебя начались схватки? Сейчас. Сейчас. Я позову соседку. Ты потерпи немного, хорошо? Сейчас. Дочка, побыть рядом с мамой. Я сейчас приду. Хорошо, папочка. Алло. Алло. Да. Мне нужен Исмаил Акя. Это я, Исмаил. Тетю забрали в роддом. Мне сказали передать это вам. Дядя поручил мне позвонить вам, а завтра опять уехал. Ясно. Шарафат. Шарафат. Да? Явхар забрали. А где мама? Наверное, вышла к соседке. К соседке? Да. Тебе нужно изобразить схватки. Я не смогу так. Понятно? Почему не сможешь? Ты ведь столько терпела. Но ведь всё равно дома никого нет. Ну и что? Что никого нет? На всякий случай. Давай, давай скорее. А что в роддоме скажут? А что там скажут? Примут, как ни в чём не бывало. Я договорился об отдельной палате. Давай скорее. Шарафат, быстрее. Ну, торопись же. Собирай свои вещи. Женщины, у кого схватки не собирают вещи, их сразу везут в роддом. Это ведь всё быстро происходит. Ну, хотя бы платье сменим. Ага, хорошо. Идём. Эй. Что? Веди себя так зло, но у тебя схватки. Осторожнее. Не плачь, дочка. Ой, давайте скорее, скорее дверь её. Да, вот сейчас. Ей очень неплохо. Вот, Шарафат, садись. Аккуратно, аккуратно. Аккуратнее. Садись. Всё будет хорошо, дай бог. Да. Потерпи, садись. Мамочка, с азаматом вам не будет сложно. Нет, нет. Мамочка, вы дома оставайтесь. Нет, 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 я не смогу дома. Я ещё приеду за вами. Пусть папа не остаётся один дома. Ладно, хорошо. Хорошо. Дочка, думай о себе, хорошо? Мама! Мама! Я хочу к маме. Твоя мама сейчас приедет. Стой здесь. О, Господи, помоги моей невестке. Желаю благополучно родить. Дай сразу знать, сынок. Хорошо. Храни Всевышний. Я пойду к маме. Идём в дом здесь прохладно. Вон, твоя бабушка здесь. Идём, малыш. Сейчас приедет твоя мама. Помоги, сохрани, Господи. Облегчи её страдания. Храни Божий. Дай Бог, чтобы было всё хорошо. Ой, сынок. Тебя оставили. Твоя мама поехала привезти тебе братика или сестрёнку. Они уехали. Пусть она благополучно разродится. Теперь иди к бабушке. Она присмотрит за тобой. Ну что вы. Ну, отец, побалуйте его. У вас ведь внук родится. Почему вы не радуетесь? Мы ведь всю жизнь не ждали этого дня. Мне не здоровится. Сердце болит. Вам принести ваше лекарство? Да. Бабушка! Идём, сейчас. Я тоже пойду. Идём в дом, малыш. Идём в дом, малыш. Давайте не будем терять время. Напишите расписку. Вы согласны? Мы потом не сможем иметь детей. Это какой по счёту ребёнок? Третий. У вас ведь есть два ребёнка. Из-за ещё одного ребёнка вы можете лишиться жены. Мы теряем время. Толап. Пишите. А что ребёнок? Ну, что вы за человек? Вам жена нужна или ребёнок? Если вы хотите спасти ребёнка, то ваша жена умрёт. Вы понимаете это? Спасите мою жену. Пишите. Что вы согласны на операцию? В такой сложной ситуации вы ещё думаете. Родился? Родился? Состояние твоей кузины тяжёлое. Кузины? Врачи говорят, что не могут спасти обоих. Они ребёнка сохранят? Пусть Гавхара умирает, что ли? Нет, нет. Я не это хотела сказать. Исмайликер, как же она сейчас? Что с нею? Её будут оперировать. Толап дал разрешение на операцию. Теперь всё решилось. Но надежды на ребёнка нет. Что нам теперь делать? Исмайликер, пожалуйста. Давайте скажем им правду. Тогда нужно найти выход. Шарафат. Джамиль. Джамиль мне делал намёки. Что за намёки? Что он ничего не знает. Но будто в курсе всего этого. Хорошо, а что он сказал? Он сказал, что отдаст мне своего сына. Пожалуйста. Только не говорите ему. А кому я ещё скажу? У нас нет другого выхода. Не лучше ли сказать всю правду? Пожалуйста, Шарафат, не мучай меня. С каким лицом ты будешь ходить среди людей? Моё лицо и так черно от обмана. Правильно. Но сейчас ведь никто не знает. Если Джамиль Акё узнает, этого достаточно. Может, всё к лучшему. Шарафат. Неспокойно мне на душе. Давайте мы не будем так делать. Пожалуйста, Исмолекя, пожалуйста. Ещё неизвестно, согласятся ли они. Хорошо. Как бы то ни было, пусть сначала Гявхар разродится. Разродится. Гявхар прооперирует, и всё будет хорошо. Я и о тебе должен подумать, ведь. Слышишь меня? Шарафат. Да. Я поеду к Джамилю. Что вы скажете? Скажу, что... ребёнок родился мёртвым. Надо было сразу сказать. Как бы я сказал, я не смог бы. Хорошо, а как вы сейчас ему скажете? Не скажет ли он, что вы строили грандиозные планы, и что сейчас? Ты не поняла. Я про Гявхар ничего ему не скажу. Я сообщу только, что жена не смогла родить. Ребёнок умер, и всё. Вы ведь говорите, что он не верит. Это его дело. Я бы не скрывал от него, но мне стыдно. Поэтому я не говорил. И дальше я не раскрою тайну. Меня не интересует, что он подумает. Ты убери вот это. Куда? А если кто-то увидит, стыдно ведь будет. Осталось только, чтобы в роддоме меня обсуждали. Ладно. Пока оставь. Что-нибудь придумаем. Я поеду и поговорю. Всё равно к тебе никого не пропустят. Исмой Ляке. Подумайте ещё раз. Может, мы всё раскроем перед домочадцами? Ты с ума сошла. Ты не понимаешь. Если сейчас всё раскроем, то будем опозорены. Мне хочется раскрыть тайну. Я не могу этого выдержать. Не говори ерунду. Ладно. Я пошёл. К Джамиле? Да. Хорошо. Сказать-то вы скажете. Но отдаст ли своего ребёнка Гульсара? Не знаю. Если Джамиль остался при своём мнении, то отдаст. Иначе я буду молить, просить, плакать. На колени встану. Всё равно принесу ребёнка. Уговорю. Ладно. Мне надо найти Джамиля. Время. Возвращайтесь быстрее. Хорошо. Дай Бог, чтобы свадьба прошла так, как мы хотим. Эй, она пройдёт здорово. Ах, если бы этот непослушный сын женился на той, которую я выбрала бы. Я была бы счастлива. Оставь, пожалуйста. Перестань, как кузнец молотом. Мне по голове снова и снова повторять одно и то же. Дело сделано. Если Найла услышит, то обидится. Я ведь не говорю так, чтобы она услышала. Я вам говорю. Таким ходом свадьба может не состояться и поползут сплетни. Представь, если ты скажешь, что ты не хотела её в невестке, что мечтала о другой. Твоему сыну будет тяжело. Да я просто делюсь с вами своей болью. Зачем я буду ему говорить? Невеста ещё не ступила даже через порог, а ты её уже ненавидишь. О, Боже. У меня один единственный сын. Ведь ровня с ровней говорят. Какая разница? Главное, чтобы они были счастливы. Послушай, наш сын уже сейчас расстилается перед нею. То золотые серьги, то золотое кольцо, то золотая цепочка. Переходи на другую тему. Не перейду. Мамочка, это всё та же тема? Но нет ведь больше другой темы. Вы ещё увидите, мама. Это невестка золото. После столького золота, конечно, будет золотой. Я ещё ни одно золотое украшение ей не покупал. Ой, не обманывай. Вы мне не верите? Не верю. А почему я должна верить? Два кольца, три троса. Что ты её ещё купил? Вот-вот, посмотрите. Она всё вернула и ничего не приняла. Главное, ты купил. Это теперь её вещи. Куда они денутся? Вот ведь ходишь, носишь с собой. Эй, если бы невестка была такой, как ты говоришь, то она бы забрала бы это золото. Вернулась ведь. Значит, она думает о семье. Да нет, она вообще не взяла их. Даже кончиками пальцев не прикоснулась. Вот молодец. Хозяйственная будет она. Эй, откуда там, а? Посмотрим, посмотрим ещё. Вот-вот, посмотрите. Нужно думать о хорошем, жёнушка. На душе у меня не лежит. Никак не лежит. Перестань про душу прочитать. Лучше подумай о свадьбе. Как вы себя чувствуете? Мой ребёнок. Где мой ребёнок? Мы не смогли его спасти. Почему? Что случилось? Всё ведь было хорошо. Вы вспомните, как тяжело вам было. Ребёнок был вообще без движения. И потом, ваша жизнь была под угрозой. И если бы мы думали о ребёнке, то они смогли бы спасти вас. Всё. Успокойтесь. Джамиль. Хорошо, что ты дома. Что, Исмаил? Всё хорошо? Что случилось? Ребёнок умер. Что? Джамиль. Говори, чем я могу помочь тебе? Если Шаруафат не вернётся домой с ребёнком, то моя мама ей жития не даст. Почему? Чаруафат ведь не виновата. На то воля Божья. Исмаил. Верно. Но моя мама надеется. Знаешь ведь, что она ненавидела Чаруафат до сего дня. Хорошо. А что я могу сделать? Нужна твоя помощь. Как-то ты говорил, что готов своего ребёнка мне отдать. Отдай мне Шакира. Шакира? Только ты можешь спасти меня в этой сложной ситуации. Нет. На это Гульсара не согласится. Если ты согласен, то говоришь, убедишь её. Я хочу помочь тебе, но... Джамиль. Как только Шакир достигнет совершеннолетия, я оформлю свой дом на него. Ещё отдам ему часть оставленного наследства моего отца. Я буду растить и беречь его, словно своего родного сына. Ты только уговори Гульсару. Джамиль. Ты мой единственный друг. Никто меня не поймёт так, как ты. Никто мне не поможет, кроме тебя, Исмаил. Этот вопрос я не решаю один. Ладно, я сегодня поговорю с Гульсарой. Только ей ничего не говори про наследство. Хорошо, главное уговори её. И про дом не говори. Как бы то ни было, сейчас я не могу обещать. Она ведь мать. Она решает. Исмаил, я приложу все свои силы. Уговоришь? Хорошо. 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 Шарафат. Я передала твои вещи через медсестру. Спасибо. Я подожду здесь, на аллее. Нет, мама. Вы езжайте к папе. Ваш сын здесь, поблизости. Он уехал за лекарствами. Скоро приедет. Не оставляйте папу одного. Меня послал отец, чтобы проведать тебя. Я пока в порядке. Езжайте, мамочка. Сказали, ещё есть время. Значит, так, да. А может, мне зайти самой и спросить? Нет, нет. Не утруждайте себя. Ваш сын вечером приедет. Тогда я пошла. До свидания. Завтра я приеду. Счастливого пути. Папе передавайте привет. Счастливой оставаться. Спасибо, мамочка. Что? Вы хотите отдать нашего ребёнка, которому нет и недели от родов? Гульсара, пойми. Нужно помочь в тяжёлой ситуации Исмаила. Иначе семья разрушится у него. Потом я всю жизнь не смогу простить себе этого. Сейчас никто, кроме нас с тобой, их не поймёт. Если мы упустим время, то потом будет поздно. Его родители должны поверить, что у них родился наследник. Как, Джамиля Кяк, как? Не спрашивай, как. Всё легко решится. Вы думаете, это так легко? Нет, ты не поняла. Я не говорю, что легко отдавать ребёнка. Если ты сейчас примешь правильное решение, то родители Исмаила ничего не заподозрят. Вы обо мне думаете. Думаете вообще. Почему я-то не думаю? Гульсара, Шакир будет расти у нас на глазах. Ты ведь всё равно не кормишь его грудным молоком. И что? Из-за этого я должна другим отдавать своего ребёнка? Нет, это не будет так сложно, как ты думаешь. Если что, мы вернём его. Сейчас нужно спасти их. Гульсара, ты ведь не такая бессердечная. Мы должны им помочь, пожалуйста. Не лишай меня моего друга. Исмаил в этом мире опирается лишь на меня. Вы случайно ничего у него не просили для Шакира? Что ты такое говоришь? Ты думаешь, я дойду до такого? Или он сам вам что-то обещал? Гульсара! Как я могу расстаться со своим ребёнком, Джамиля Кя, вы думаете? Не бойся, что ты расстанешься с Шакиром. До передачи им ребёнка ещё много дел. Сейчас нужно спасать Исмаила. Даст Бог, они снова будут иметь детей. Потом мы заберём Шакира. Если сейчас мы не поможем им, как друзья не поступим, то их семья распадётся. Потом ничего нельзя будет вернуть назад. Исмаил, да? Моли и умоляй её, как хочешь, но Гульсарея про наследство и дом не смей даже говорить. Понял? Она согласилась? Согласится. Идём. Но как я скажу? Эээ, что за вопрос, как? На колени встань, умоляю, проси, в общем, уговори. Понял? Хорошо. Гульсара, встав на колени, я умоляю вас, спасите меня. Хотя бы на время. Прошу. Я вашего сына буду беречь, как зеницу ока. Буду растить, как своего сына. Он останется вашим сыном. Я не буду отпирать его у вас. Только спасите нас. Исмаил, Аляке, я понимаю. Я согласна. Только... Только у меня есть одно условие. Я согласен на всё, чего вы желаете. Ваш друг мне об этом и раньше говорил. В то время ещё Шокорджон не родился. С тех пор этот разговор... Нет-нет, всплывал у меня в мыслях. Я хочу помочь вам, но... Это такой тяжёлый вопрос. Исмаил, Аляке... Говорите. Я готов выслушать ваши условия. Ребёнка. Я должна видеть его каждый день. Гульсара, он на всё согласен. Ты только соглашайся. Я согласен. Давайте не будем терять время. Давай же. Ребёнка ты сам заберёшь, Исмаил? Нет. Нет. Я сама его хочу отдать, Шарофат. Зря стараетесь. Я уже всё вам сказала. А я не всё сказал. Нет смысла. Нам не по пути. А я так не думаю. Есть причина, которая является поводом для твоего согласия. Не поняла. Мы можем спокойно пожениться. Это... Вы так думаете? Да. Потому что... Я... Так. Я тоже никогда не смогу иметь детей. Исмаилеке. Вы говорите мне такое, чтобы уговорить меня, да? Шарофат, это правда. Причина развода с Нуаилей тоже в этом. Шарофат. Спустя... Шесть-семь месяцев ваши родители не взлюбят меня. Нет, такого не будет. Чтобы они не теряли надежду, мы время от времени будем условно лечиться. Я не смогу так. Шарофат, пожалуйста, не мучайте меня. Никто, кроме вас, мне сейчас не сможет помочь. Исмаилеке, если ваши родители не знают о вашем бесплодии, то причиной этого несчастья стану я. Они не простят мне этого. Естественно, они женят вас на другой. И потом... Как я смогу жить дальше? Заранее нельзя предположить, но то, к чему приведет наш брак, очевидно ведь уже сейчас. Поэтому какой смысл поворачиваться на тупиковую улицу? Шарофат, если бы я не был единственным ребенком, то я все рассказал бы родителям. Но у них вся надежда на меня. Если ты боишься ответственности, тогда ладно. Я сам им все расскажу. Эх, бессовестная, лукавая невестка. Эх, хитрая невестка. Аферистка. Что вы говорите? Ничего. Ну, что там? Мальчик или девочка? Оказывается, еще есть время. Однако, странно. По моим подсчетам, она давно должна была родить. Срок прошел. Иногда такое бывает. Успокойся. Ладно. Пусть хоть и позже. Главное, чтобы она благополучно родила. Эх, что ты говоришь. Рожающая женщина боится со смертью. Ты не говорила с врачами. Ваш сын уже все решил там. Смоил там? Нет. Он вышел за лекарствами. А ее тетя, она приехала? Ой, разве она приедет? Ну, я видела этого. Как там его? Забыла. Зятя Шаруфат. Талиб, что ли? Да. Но, кажется, там что-то случилось. Бегает он там туда-сюда. Говорили, что его жена беременна. Родила, наверное. Ну, не знаю. Ташбуй. Сердце колет. Подай лекарства. Сейчас, сейчас, отец. Сейчас. Успокойтесь. Сейчас, сейчас. А ну-ка, ну-ка, выпейте вот это. Осторожно. Интересно, что сделала моя кузина? Не знаю. Она, скорее всего, здесь, в роддоме. Они очень и очень ждали. И не говори ей. Я видел ее свекровь. Она ждет? Да. Что теперь будет? Не знаю. На все волю Всевышнего. Проходите. Здравствуйте. Шарафат, как вы? Спасибо, нормально. Как вы, Гульсара? Все нормально? Все нормально. Вы не волнуйтесь. Мы нашли выход. Скажи спасибо, Гульсари. Пусть Бог дарует вам благословение. Вы выручаете нас тяжелой ситуации. Я доверяю вам своего ребенка. Когда ситуация смягчится, я его заберу обратно. Гульсара, сейчас не время. Об остальном мы позже поговорим. Джамиль Аки, но мы ведь должны договориться обо всем. Мы не торгуемся. Сейчас нужно войти в положение Шарафат. Эти слова ее больно ранят, ведь... Давай. Отдай ей ребенка. Главное, чтобы он был сыт, спит спокойно. Может плакать только, если подгузник мокрый, либо он голодный. Пожалуйста, хорошо присматривайте за моим ребенком, я прошу вас, лишь бы не заболел. Не волнуйтесь, я буду присматривать, как и вы. Гульсара, мы обо всем еще поговорим отдельно. Идем, Гульсара. Идем. Мы будем проведывать. Недавно мама приезжала. Я сказала, что врачи говорят, еще время есть. Без разницы, что ты ей сказала. Главное, она теперь не будет ничего подозревать. Да. Смотри, чтобы не плакал. Я не думала, что вы настолько добры к Исмейлаке. Я вас неправильно понимала. Простите меня, Джамилаке. Как бы больно не ранили меня твои слова, я все терпел. Теперь ты сама видишь. Да, мама, есть новость. Сын. Сын? Слава Богу. Когда она родилась? Ты точно видела? Да. Когда? Ближе к вечеру. Незнакомцы? Человека рядом с зятем я видела. А вот женщину с ребенком я не знаю. Эх, хвала воспитавшим тебя родителям. Спасибо. Будь здорова, счастлива, благословена, дочь. Алло. Это скорая? Вторая улица, пятый дом. Готова? К чему? Уедем. Да. Прямо сейчас? А не быстро ли мы? Нет. Я не понял. Ты думаешь, что я буду заставлять тебя работать? Вы ведь обещали прислушиваться ко мне? У тебя должен родиться свой наследник, мой наследник, продолжатель рода. Понимаешь? Я... Я могу тебе верить, Исмаил. Почему ты молчишь? Говори. Фильм дублирован на телеканале «Ой ля Ви». 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...